Шуя не играет в хоккей. Но вовсе не потому, что горожане охладели к этому зимнему виду спорта. У шуян, а именно студентов педуниверситета, в этом году попросту нет такой возможности. Есть контингент, есть студенты, кто хочет это делать, кто может это делать. Более 20 лет назад уже была здесь коробка построена. Потом, с 96-го года, мы стали проводить здесь регулярные соревнования. К сожалению, первый год в этом году, такая происходит картина, что в конце января ничего пока здесь нет. Андрей Антонов проработал в УЗИ более 20 лет. Сам бывший хоккеист никогда не отказывал в помощи юным спортсменам. Но даже несмотря на то, что содержание площадки не входило в его непосредственные обязанности, ежегодно заливал лед и организовывал здесь турниры. Проходили соревнования, собиралась новая команда, проводилось первенство Шуйского района. Мы сами в нем принимали участие. Мы сами подготавливали эту коробку. Было интересно. Я в хоккей начал играть только здесь. Мальчишки в факультете физической культуры заливали лед, сами же играли. Дневали и ночевали на коробке. То есть передавалось это с курса на курс, традиции поддерживались. Не только мальчишки, но и девчонки здесь с удовольствием принимали участие в соревнованиях. Протоколировали, как-то помогали. То есть интересно было. Тем более общежитие, как вы видите, рядом. Им здесь недалеко было прийти. А прошлой зимой помочь любителям хоккея материально вызвались активистки женской инициативы. Коробка была обустроена. Куплено электронное табло. Но радовались студенты недолго. Андрея Алексеевича уволили из университета. И оказалось, что ледовая площадка держалась только на его инициативе. Этой зимой вместо льда – снег и асфальт. Вместо трибун – сугробы. Табло так и вообще неизвестно где. Раньше ходили всегда по вечерам играть. А сейчас этого нет. Каток не залит. То есть тоже одно развлечение ушло у небытия. С увольнением педагога под угрозой оказались не только спортивные успехи учащихся в вуза, но и мечта самого Андрея о создании детской хоккейной секции. А кроме него это не нужно никому. Когда занимаешься этим более 20 лет, это свое родное. Она снится каждую ночь. Больно видеть, что тенденция такая по всей области. Сейчас открываются новые хоккейные коробки. Везде Фурманов, Ильинская. Более 10 команд сейчас на первенство области. Даже более 15, по-моему, участвуют. А в Шуве, когда были традиции, участвовала команда и первенство области. Ничего нет. Это единственная коробка сейчас, где можно было проводить соревнования городского и областного уровней. В телефонном разговоре руководитель университета заверил, что лед появится на площадке со дня на день. Залить его раньше якобы все время что-то мешало. Но даже если площадку реанимируют, тренировать молодежь вне занятий сейчас некому. И некому продвигать спорт настоящих мужчин в массы. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иванова, Шуя.